Меня, значит, зовут Анастасия, я глава дизайн-студии компании DateArt. Дизайн-студия у нас большая, сейчас, наверное, это около 90 человек. Состоит из всех вот этих вот прекрасных людей, дизайнеров, а также веб-мастеров в основном. Вот, и мы поговорим как раз-таки о том, какими качествами обладают UX-еры. Я сразу говорю, что не использую слово проектировщик, потому что оно просто длинное и неуклюже, но в принципе речь идет о проектировщиках. Называется ли он UX-ер, я тоже точно не уверена по-русски. Мы были недавно на митапе, там люди использовали слово UX-ер, но UX-ер он вообще как-то похож на монтера, мне не нравится, поэтому у меня будет UX-ер. Я буду делиться в основном какими-то своими личными наблюдениями без исторических данных и там статистических и какие-то дам минимальные, наверное, советы о том, как можно в принципе превратиться в UX-ера. Значит, почему вообще эта тема возникла? Ну, в первую очередь потому, что мы вот с коллегой Анатолием все время на эту тему ругаемся. Мы сидим рядом и мы все время спорим, кто у нас должен превращаться в UX-ера. Это наш любимый такой холивар. Во-вторых, я тут была на конференции, и там меня прям попросили рассказать о том, как сделать проектировщика из графических людей. То есть я так понимаю, что вопрос в умах людей существует, это, в общем, кому-то интересно, но поэтому тут все это перелопатило, сделало немножко другое. В каких ситуациях вообще это может пригодиться? Я так поняла, что дизайнеров не очень много. Есть кто-то, кто участвует, например, в найме дизайнеров. Ну, то есть бывает такое, что мы нанимаем, не знаем, кто лучше подойдет. У меня была реальная ситуация где-то пару лет назад. Друзья, продуктовая компания, они ко мне обратились, они говорят, нам надо вот проектировщика, но мы вообще не понимаем, как этот человек должен выглядеть, можешь нам помочь. Я им помогла, я с ними там отсматривала какие-то резюме, интервьюировала, прошел месяц, они мне позвонили, сказали, знаешь, Настя, мы так устали, можно мы тебя наймем? Ну, то есть это непросто, и внутри это тоже непросто, как бы что нужно делать с людьми, чтобы они превратились в этих самых UX-еров. В моем понимании хороший UX-ер состоит из примерно таких вот составляющих. Он должен мочь структурно мыслить, как-то видеть картину в целом, по частям, уметь ее структурировать. Я чуть позже пройдусь по каждому пункту. Он должен уметь погружаться в любой контекст, его понимать, тоже не знаю как, но должен. Третий момент, то, что у него должны быть хорошие коммуникационные презентационные навыки. Без этого практически никогда не взлетает. Дальше, то, что я назвала насмотренность на интерфейс, это как раз-таки то, что Толя упоминал. И я немножко эту тему вообще погуглила, какие-то списки, из чего состоят UX-еры. Такого пункта мне не попалось. То есть его как-то редко упоминают, на самом деле, мне кажется, он реально важен в жизни. И определенные художественные навыки. Но тут мы, опять же, можем спорить на тему того, чем занимается проектировщик, где его обязанности заканчиваются. В принципе, я считаю, что они заканчиваются где-то в районе вайрфреймов и прототипа. Поэтому, в общем, какая-то художественная составляющая там будет. Он не должен уметь, возможно, это все превратить в феерический дизайн, но что-то он делает. Ну и, в общем, мы плавно переходим к деталям. Способность структурно мыслить. Это то, с чем вообще очень часто проблемы у людей графических. Такие реальные примеры из жизни. Мне, правда, опасно давать примеры из жизни, потому что наши дизайнеры тут сидят в некотором количестве. Если какой-то пример окажется про вас, я это не со зла, я всех люблю, у всех бывают проколы. Но, в принципе, частая ситуация с нашими собственными людьми, например, есть задача. Она хорошо прописана в какой-нибудь там джире. Спроектировать экран, допустим, обратной связи, детальной. Человек его делает, рисует. Мы начинаем ревьюить. Элементарный вопрос. Откуда он придет на эту форму? Я об этом еще не думал. То есть, на самом деле, хороший проектировщик, он не может так смотреть на задачу. Он должен сразу понимать, откуда человек придет, зачем он вообще туда придет, что он будет делать и куда он уйдет с этого экрана. Он не может рисовать один экран абстрактно, базируясь на каких-то данных одного экрана. Это совершенно неправильно. Это, конечно, не всегда хорошо развито у людей художественного плана, потому что просто у них обычно задачи по жизни другие. Хорошо это развито, например, у бизнес-аналитиков. Тоже я чуть дальше к этому приду. Способность погрузиться в контекст. Это вообще сложное. Опять же, люди графические. У нас есть всякие разные. С этим, например, получше, как и с первым пунктом, у людей с архитектурным образованием. И обычно очень плохо у людей с графическим образованием. Просто потому что, опять же, перед этим в их жизни такие задачи не стояли. Если человек, например, рисовал визитки и какие-нибудь плакаты, чаще всего ему сильно погружаться никуда не надо было. У нас куча интерфейсов сложных, какие-то ужасные B2B-системы. Тоже у нас реально было пару месяцев назад. Рисуем очередной продукт про криптовалюты. Нам клиент дает вводную. Девочка UI-дизайнер отключилась от этой вводной минуты на десятой. Ну и вместе со мной я просто слушала, потому что реально сложно. Бизнес-аналитик продержался минут 45. То есть вот как-то получается у людей. Ну, тоже есть какие-то техники. Немножко мы об этом поговорим где-то. Дальше. Здесь я хочу признаться. Я сама как раз-таки с художественным образованием. У меня со структурностью не всегда все хорошо. Поэтому вот здесь у меня смешались в кучу люди. Кони все разом. Это коммуникация, коллаборация, презентация. В принципе, это могли бы быть три отдельных пункта. Они все нужны. Но у меня они будут все на одном слайде находиться. Собственно, что-то уже происходит у нас. И я думаю, что не только у нас. UX-дизайнер в вакууме. Вся его работа будет коту под хвост, если он не сможет эту работу презентовать и объяснить, почему он сделал именно так. То есть не может дизайнер тихо нарисовать, кинуть это на отсмотр клиента и сказать, ну, смотрите там, сами разберитесь и подумайте, хорошо я нарисовал или плохо. Это вообще никогда не срабатывает. Поэтому нужно любое решение как-то объяснить. Тоже реальная штука, например, недавно была простая, в принципе, вещь. Рисуем форму. В форме у каждого поля стоит звездочка. Все поля обязательные для заполнения. Я просто задаю вопрос, в принципе, не со зла, просто. Нам точно нужно оставить звездочки? И вижу, что дизайнер уже поплыл. То есть, видимо, как бы я напугала его вопросом, он не ожидал, и он говорит, нет, ну, можем, конечно, убрать звездочки или, может быть, оставить. Ну, вот в идеале, конечно, не должно быть так. Нужно уметь сказать, почему там эти звездочки, то есть об этом подумать заранее и какое-то объяснение этому дать. Ну, и плюс к этому вот именно такая презентация-презентация тоже всегда нужна, потому что, ну, по крайней мере, в наших реалиях нету того человека, который вас всегда прикроет, и когда вы будете показывать свою работу, там, сделает это за вас. У нас такого нет. У нас, на самом деле, все еще хуже, потому что все это надо делать на английском. Тоже какие-то есть у нас вещи, когда мы общаемся с клиентом. Это тоже отдельная большая тема. Я очень люблю ситуацию, когда мы созвонились с клиентом, нас было три человека на звонке, клиент нам, например, объяснил, какие, не знаю, там, типы комнат есть в их букинг-системе. Мы все сказали, потом мы разошлись, распрощались. Первый вопрос на нашем этом пост-созвоне. А кто-нибудь понял, что он говорил про комнаты? Ну, вот такого быть, конечно, не должно. Все как-то должны уметь с этим работать. И вот здесь вот мы, наконец, приходим к тем пунктам, которые лучше у людей графических. Это вот эта вот визуальная память на какие-то вещи. Как Толя сказал, что можно там поделить дизайнеров на то и на другое, но мне кажется, как раз вот эта вот штука, она нужна все равно всем и всегда, потому что в половине ситуации вы должны быстро уметь сгенерить какие-то идеи и их вывалить клиенту. И если их в вашей голове нету, этих визуальных идей, то будет просто гораздо сложнее. Это то, что очень хорошо в графическом образовании просто тренируется. Ну, потому что, допустим, когда я занималась композицией, как выглядела задача, что, ребята, через неделю у нас тема мосты Петербурга. И ты сидишь и всю неделю ты как бы листаешь альбомчики, учишь решетки, учишь конструкции. И через неделю ты это все выуживаешь и рисуешь вот эту вот композицию на тему мостов. То есть просто люди уже в какой-то момент начинают хорошо запоминать визуальные моменты. Если я уже все время упоминаю бизнес-аналитиков, была история. Девочка-бизнес-аналитик на он-сайте работает с клиентом, проводит беседы, они брейнстормят. Она сама занималась вэрфреймами, и отлично у нее в целом все получалось. Но она нам звонила, вот как бы нам, дизайнерам, не знаю, по три раза в день. Потому что она четко понимает, какой функционал она хочет сделать на этом экране, но она не помнит быстро, как это можно сделать. То есть у нее нет времени сидеть, копаться, искать аналоги. Она нам просто звонила и говорила, слушайте, у меня вот здесь мало места, мне нужно придумать, как будут выглядеть табы. Я не помню сходу, какие бывают варианты. Мы ей подсказывали. Ну и про художество. Почему это важно, в принципе? Опять же, у нас часто бизнес-аналитики занимаются вайрами, это, в общем, нормально. Но надо помнить, что клиенты, ну, большая их часть, визуалы. То есть какие-то вещи они воспринимают, когда они, ну, по крайней мере, как-то там композиционно оформлены. Я не говорю тут именно о красотах, но, допустим, блоки должны по весу быть как-то правильно расположены. Бывают совершенно элементарные ошибки, которые меняют вообще все восприятие. У вас там теория близостей, заголовок отскочил от текста, уже никто не понимает, к чему этот заголовок относится. Какие-то такие вещи. Типографика тоже. Выделить важные моменты, уметь правильно шрифтами. Это все работает именно на восприятие интерфейса всегда. Недавно у меня клиенты жаловались, они сделали прототип черно-белый, что вообще нормально и хорошо во многих ситуациях. Они говорят, мы не можем его протестировать. Мы показываем нашим конечным пользователям, они видят графики, а графики у нас черно-белые. И весь фидбэк, который мы с этого экрана собираем, это то, что люди говорят, мы ничего не понимаем, что у вас на графиках, почему они черно-белые. То есть люди, когда проектируют, они все равно должны как-то и в цветах мало-мальски разбираться, и в шрифтах, и в сетках, вот в этом вот всем. Иначе будет сложно. И у нас получается таким образом вот какая-то такая картина, я какие-то примеры тут людей из каждой области даю, но понятно, что это вообще непростая ситуация. То есть проектировщик, у которого провисает сильно что-то из этого, с большим трудом добьется большого успеха. Ну просто ему будет тяжело. Где-то его кто-то должен будет все равно прикрывать, получается, так или иначе. И понятно, что это все вещи, они вообще как бы из разных областей, из разного образования, из разного склада ума. Это не просто людям дается, что-то всегда кому-то приходится тянуть. Дальше я хотела бы рассказать, как мы это делаем в каких-то ситуациях. Но пару дней назад я случайно слушала лекцию великого психотерапевта Андрея Курпатова, так вышло, который выступал у нас в Питере на дизайн-просмотре. Он, в принципе, говорил о том, что у людей разные области мозга отвечают за разные, и закончил все тем, что наработать это невозможно. Что кому надо, идите ко мне в школу учиться. Но мы в школу Курпатова никого не отправляем, это слишком сложно. Но у нас есть практика. То есть наиболее распространенная для нас самих ситуация, когда у нас есть практикант, и мы видим, что ему чего-то не хватает, мы вот именно на это и давим. Практика у нас длится 3 месяца стандартно, за эти 3 месяца мы должны человека превратить в какого-то… Обычно у нас получается, что мы его превращаем в такой симбиоз UX-UI, а дальше уже в реальной работе смотрим, что у него сильнее, и там уже подтягиваем. Но, в принципе, во время практики мы всячески издеваемся над людьми. И, не знаю, может быть, не имеет смысл перейти туда, раз я здесь все переформатировала. Значит, что касается вот этого структурного мышления, что можно делать? Можно, конечно, просто посадить человека вечерами, заниматься какими-нибудь вот этими аналитическими задачками. То есть у меня в детстве была любимая книга, которую я тут цитирую про принцессу Эльтигра. Я не помню, кто ее написал сейчас, но, наверное, кто-то из вас ее знает. Там, в принципе, хорошие вещи, как бы именно раскачать мозг на решение вот этих вот вещей, и за какой дверью сидит принцесса. Это мы не делаем в рамках практики. Этим людям могут заниматься вечерами дома. Что мы делаем? Это мы заставляем посмотреть на любой проект целиком и начать вот с этого всего. Сделать юзерфлоу, все прописать, какие шаги, для чего кто делает, составить всякие блок-схемы, написать, не знаю, ну, Customer Journey Maps тоже бывает, но это уже более сложно. Mind Maps, Site Maps — это все обязательно, потому что без этого вообще тяжело человеку. Он должен всегда видеть весь продукт целиком. И он должен, что немаловажно, вот за каждую кнопку уметь ответить. В конце каждого месяца у нас есть ревью. И ревью выглядит так, что мы просто… Смотрим и придираемся ко всему. То есть нам показывает человек то, что он наваял за месяц, а мы ему начинаем вот это вот самое говорить. Откуда у тебя пользователь пришел на этот экран? А куда он идет на этот экран? Если он вот эту кнопку нажмет, то что произойдет? А вот здесь вот он сможет отфильтровать, отсортировать. А чем отличается фильтрация от сортировки? А зачем это пользователю вообще нужно? То есть люди выходят с ревью совершенно измочальные. Иногда бывает такое. Но в принципе это настраивает людей на правильный лад. Они понимают, что они не могут просто нарисовать как бы абстрактно какую-то красоту и считать, что и так сойдет. Про контекст. Я тоже наблюдаю все-таки, что у бизнес-аналитиков с этим лучше, у графических людей с этим хуже. Какие техники у бизнес-аналитиков, как они этого добиваются, я не знаю. Я честно говоря думаю, что просто люди, которые больше любят структурировать, они идут в соответствующие профессии, в соответствующее обучение. Люди такие более визуальные, они идутся рисовать. Но мы, в общем, в любом случае, какие-то техники есть. Получил задачу? Пойди по гугле, изучи все, что ты там найдешь в гугле. Перед встречей с клиентом почитай, найди все, что можешь. То есть если ты знаешь, что ты завтра будешь разговаривать с клиентом про хедж-фонды, иди почитай, что это такое вообще и для чего это нужно. Сделай анализ конкурентов, если конкуренты есть где-то там на виду. Есть какие-то техники, как именно тоже понять лучше задачу и зачем она нужна. То есть вот то, что я тут цитирую, эти пять зачем-почему, наверное, тоже все это знают, когда ты можешь и клиента спрашивать, и себя спрашивать. Он тебе говорит, что давай мы будем показывать историю пропущенных звонков в виде круговой диаграммы. Зачем? Ну, потому что я хочу сравнивать, сколько звонков я пропустил по сравнению с принятыми. Зачем? Ну, чтобы видеть, например, я совсем раздолбаю или не совсем. Зачем? Вот такие вот штуки, просто их можно тренировать регулярно, и они в конечном итоге, наверное, будут органичны. С коммуникациями. Ну, если говорить о презентации, мы просто заставляем все показывать, опять же, практиканта. То есть он в конце месяца нам рассказывает о том, что он сделал. Он готовится. Он придумывает вот эту историю по техникам сторителлинга. Откуда он шел, куда он пришел. Он делает какие-то слайды. То есть он должен уметь о своем проекте как-то рассказать так, чтобы это вкусно звучало. Если просто общаться, конечно, тоже юных людей никто не кидает к клиентам прямо в руки. Мы начинаем с малого. Можем там попросить на стендап Коле сказать, чем днем занимался. Но потом постепенно он все больше и больше включается. Какие-то штуки мы тоже силовыми методами делаем. То есть, допустим, дизайнер приходит к лиду, говорит, я не знаю, можно будет так сделать или нет. Сходи к разработчикам, поболтай, узнаешь. То есть заставляем людей, вытаскиваем из их интровертной раковины. Ну, как-то это, в принципе, оно нарабатывается и зачастую довольно неплохо. На интерфейсы, на смотренность. Вот это как раз довольно просто технически делается. Есть всякие задачки. Можно просто людям дать какое-нибудь там задание. Не знаю, с утра ты стоишь в своей планке 5 минут. В это время листай Behance. Behance и Dribble, как это сейчас везде уже написано, это вообще не самая лучшая вещь для проектировщика, потому что, ну, как мы знаем, мы не видим, какая задача решается и зачем, а мы видим только красивую картинку. Но именно для вот этой тренировки на смотренности, чтобы понять, какие табы бывают на свете, какие, не знаю, варианты фильтрации, это все полезно. Как-то просто регулярно освежать, запоминать. Мы делаем какие-нибудь тоже садистские задачи, даем практикантам. Например, мне вот очень нравится, когда там есть идея, придумай за день 5 концептов одного и того же разных, покажи, а на следующий день придумай 10, а еще на следующий придумай 15. Человек просто как бы начинает очень быстро генерить идеи, именно визуальные, и придумывать, как по-разному можно одну и ту же задачу решить. Ну и копируем еще. Тоже часто даем практикантам задачу чего-то там накопировать. Пока копируешь, в голове оседает что-то. И художественные навыки, но опять же тот минимум, как я сказала, который нам нужен, это сетки. Без этого вообще никуда. В сетках нужно разбираться и по горизонтали, и по вертикали, чтобы понимать, как это все работает, как работают все отступы. Теория близости – это все туда же. Теория, какие-то шрифты, и наша любимая тема – это Pixel Perfect. Но опять-таки, казалось бы, это из UI области, но я лично несколько раз недавно столкнулась с клиентами и внутренними, и внешними, которые просто сами очень любят аккуратность, и они не могут воспринимать макет, если там, не знаю, блоки не выровнены ровненько по сеточке, потому что они все, они отвлеклись на то, что все разъехалось, и им уже наша идея неинтересна в этой ситуации, потому что как бы все криво. Это все приходится учитывать, это все делает жизнь проектировщика сложной и интересной, но как бы такова жизнь. Ну и микробонус такой из практических. Есть какие-то книжки, которые мне самой прямо очень нравятся, и мне кажется, они всем могут пригодиться в жизни. При этом какие-то, наверное, уже оскомину набили, типа Алана Купера, но при этом Алан Купер, он прекрасно, мне кажется, раскрывает сознание, он такой толстый, такой бесконечный, пока его прочитаешь, ты уже жить не можешь без персон и без майндмэпов, то есть это всегда полезно. Еще хуже, вот я очень люблю тоже всем рекомендовать вот эту вот книгу, в которой написано примерно про все на свете, прочитать ее, мне кажется, невозможно, потому что она уж очень толстая, но в ней есть все. Это мы когда-то тоже давным-давно читали. В принципе, хорошая вещь, она по юзабилити-тестированию тоже проходит в деталях, потому что это тоже практически всем когда-то пригодится. Ну и там чисто из визуального, например, из расширяющего сознания Эдвард Тафте всегда тоже нужен. Вот. И на этом я закончу и буду готова ответить на вопросы. Добрый вечер. Спасибо большое за выступление. Меня зовут Екатерина. Я тоже представляю другой проект, Пилюли.ру, и мы сейчас ищем дизайнера. И у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие-то примеры тестовых заданий вы можете рассказать, которые не бесячие, чтобы дизайнер не сказал о том, что фу, понятно, они бесплатно хотят меня поюзать и прочее какое-то, а вот именно действительно что-то легкое, но чтобы проверить скиллы. Спасибо. Это вообще отличный вопрос, потому что на него очень сложный ответ. Мы с этим бились долго. Легкие задания, как бы понятные, они скорее бывают для юайщиков. Потому что если мы говорим именно о проектировании, то нам хочется проверить, ну вот худо-бедно все эти составляющие. Таким образом у нас вообще говоря образовалось задание, ну я его описывать не буду, но смысл в том, что там нужно как бы кое-чего спроектировать. И мы рассчитываем, что человек задаст вопросы сначала, на которые мы сможем ответить. Потом он предложит какое-то решение, его опишет, потому что нам хочется понять, как он описывает свои решения. И закончит он это все там двумя-тремя какими-то драфтовыми экранами. В этой концепции все прекрасно, кроме того, что на моей памяти вот эту задачу, так чтобы мы поняли, кто перед нами, решило примерно два человека. Потому что она просто много времени отнимает в реальности. То есть почти никто не готов тратить столько времени на тестовое задание. А те, кто где-то схалявили и, например, сделали там все вот это вот за три часа, мы сами смотрим на результаты, мы не понимаем, он хороший или плохой. То есть такая вот штука, ну как мне кажется, тут просто нужно, наверное, сделать акцент на какую-то составляющую наиболее важную и сделать так, чтобы эта задача, она помещалась, ну там, часа в четыре, ну не знаю, какой там максимум большинства людей, в Аргентине, например, задача свыше двух часов, там вообще люди сразу уходят в никуда. Да, да, ну потому что как только что-то слишком большое, народ, как бы, я даже не уверена, что это из-за того, что они боятся, что их решения украдут. Мне кажется, просто мотивации не хватает на то, чтобы потратить там 20 часов на тестовое. Лучше, мне кажется, как-то кластеризировать это и понять, что вам важнее всего, именно это проверить, а остальное уже там в собеседовании. Спасибо за презентацию. Если позволите, будет два маленьких вопроса. Спасибо. Первый вопрос по проектированию именно UX. Как я понял, в основном проектируются позитивные случаи, когда все хорошо, когда клиент приходит, регистрируется, выполняет какие-либо действия и довольный уходит назад. А вот проектирование негативных случаев, когда пропал интернет, допустим, или у клиента неправильный набор данных или еще что-то. Сколько тратится времени на проектирование всего такого негативного? Это тоже хороший вопрос. И по времени я ничего не скажу, потому что, мне кажется, я не настолько плотно в самих проектах участвую, чтобы дать ответ сразу. Очевидно, что это те вещи, над которыми тоже хороший UX-дизайнер должен думать сразу и их учитывать. Но именно в процентном отношении я не скажу. То есть не могу так ответить, что, например, мы там, не знаю, 10 часов тратим на позитивное и два на негативное. Но это да, это правильно, это всегда нужно иметь в виду и помнить. Просто с точки зрения разработчика, кем я являюсь, обычно позитивный кейс выходит достаточно быстро, а когда уже возникают дополнительные внешние влияния из внешнего контекста задач, которые могут различным образом нарушить этот юзерфлоу и может задача растягиваться в разы при неблагоприятных условиях. Да, да, да. И еще маленький вопрос о более высокой материи, о морали и, скажем так, о проблемах, чтобы были довольны пользователи или чтобы был доволен бизнес. Как пример, можем рассмотреть Booking или какой-либо такой сервис. Что мне как пользователю не нравится? То, что весь UX, ну и UI тоже, поставлен на том, чтобы пользователь вышел из зоны комфорта, на него бы давили и принуждали к быстрому принятию решения. С точки зрения счастья человек, который пользуется этим интерфейсом, счастье минимально. С точки зрения прибыли бизнеса, оно велико. То есть больше спонтанных покупок и всего прочего. Вот как у UX дизайнера с вопросом морали. Насколько он быстро соглашается сделать бизнесу большую жирную кнопку купить за дорого, или же внутреннее чувство прекрасного сопротивляется? Зависит от дизайнера вообще. Я, во-первых, полностью разделяю мнение о Booking, я его уже начинаю ненавидеть просто. Я тоже. Да, это ужасное какое-то стало место. Это зависит от дизайнера, это на самом деле зависит, мне кажется, от внутренней установки компании, потому что все-таки DataArt в целом, ну мы сервисная компания, и мы как бы хотим сделать клиента счастливым. Мы довольно часто все-таки, ну в какой-то степени идем у клиента и бизнеса на поводу. То есть мы не будем с ним резко спорить, допустим, если он там что-то хочет. Мы, скорее всего, дадим ему возможность сделать так, а потом посмотрим на результат. Потому что, ну там тот же Booking, я думаю, он же не просто так это делает. То есть, наверное, если у них будут данные, что все люди ушли с их сайта навсегда, то они подумают и что-то переделают. Я вот уверена, что у них какая-то аналитика на эту тему ведется. Вот. Но как бы, если в общих чертах говорить о морали, в целом я всегда очень рада, что мы работаем именно с какими-то такими системами и интерфейсами, мне кажется, что в общих чертах мы несем людям радость. То есть если бы мы были дизайнерами рекламы, у нас бы гораздо больше было моральных вопросов, надо ли нам делать хорошую рекламу для Coca-Cola, там, которой отравятся все дети, или не надо. А здесь, ну, все-таки в основном это все какие-то интерфейсы, над которыми мы работаем, их цель сделать людям удобно, хорошо, там, быстро и как-нибудь еще. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что существуют такие средства, которые записывают взгляд человека при взгляде на определенный экран. Первый вопрос. Пользуетесь ли вы такими средствами? Если да, то дальнейшая информация проходит потом какой-то анализ и учитывается ли в дальнейшем проектирование. И второй вопрос. Если нет, то почему? Ну, вообще, честно говоря, эта штука под названием айтрекер, у меня к ней двоякое отношение. С одной стороны, она у нас есть, и мне кажется, ее главный плюс в нашей жизни, что когда ты клиенту рассказываешь, что она есть, то клиенты почти все как бы сразу делают стойку, потому что, видимо, думают, что наконец-то мне дадут точные данные все о моей жизни, и я узнаю все. С другой стороны, в реальной жизни мы этим практически никогда не пользуемся, потому что все равно какой-то фидбэк. Но если мы хотим собрать информацию о том, как там пользователь работает, то нам проще в этой ситуации юзабилити тестирования замутить, чтобы он же мог и рассказать, почему он там делает то или это, то есть чтобы у нас такое было как бы с качественной составляющей. А если мы просто хотим посмотреть, опять же, там, на клики и на то, как глубоко человек заходит, то тут вроде лучше аналитика работает. Ну, в общем, я не говорю о том, что айтрекер не нужен, я просто говорю о том, что у нас вот с ним пока идеальных отношений не сложилось. Ну, ладно. Ты ничего не хотел спрашивать. Хотел все-таки спросить, а кого в твоей практике подалось больше? UX-еров-технарей или UX-еров-дизайнеров? Или, например, UX-еров-психологов? Бывали такие случаи? Мне кажется, что у нас вот UX-еров-психологов, по-моему, вообще нет, хотя я о них очень мечтаю. Очень хочу психологов нам в штат. Мне кажется, они нужны просто. Ну, если взять нашу команду, то у нас как бы исторически больше все-таки людей графических, потому что у нас же путь зачастую получается, что сначала в UI, потом в UX, потому что нам так просто удобнее. Мы можем тогда человеку давать сначала задачки попроще и постепенно продвигать его как бы все больше и больше в сторону проектирования. Хотя в целом, вот если смотреть на эту картину, ну, мне кажется, там вот 50 на 50. То есть реально нет у людей графических такого количества плюсов перед людьми какими-то техническими. Там вот это примерно напополам. У нас у самих есть люди разные, больше все-таки с опытом каким-то там так или иначе художественного плана, ну, может, там архитектуры или что-то такое. Технических вот прямо, наверное, поменьше, но процентное соотношение, ну, не знаю, так вот от балды скажу, может, там 40 к 60, допустим. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, про использование, используете ли вы в работе. UX Pattern Design есть такое понятие, как обезличенные, допустим, формы страницы определенных, ну, не знаю, даже популярных сайтов можем взять, тех же самых Facebook и всего остального. Из этого складывается тот же самый Pattern Design. Вы действуете по какому-то определенному шаблону или каждый проект вы рассчитываете под конкретные задачи какого-то клиента. Какое сочетание в этом, если оно есть? И географическое местоположение, потому что мы сейчас вот поднимали вопрос о психологической составляющей, потому что, допустим, как мыслят немцы, смотрят они там, ну, хорошо, ладно, арабы читают справа налево, пишут, а мы слева направо, допустим, та же самая составляющая имеет возможность. Каким образом вы обрабатываете эти вещи? Я не уверена, что поняла, с чего начать в этом ответе. Мне кажется, тут как бы сразу несколько вопросов в одном. Ну, основные два вопроса, я думаю, что это предусмотрение своей аудитории, с которой вы будете работать. Вы когда с клиентом общаетесь, вы определяете какую-то определенную аудиторию, это, наверное, больше из психологической части, но там же входит и, допустим, географическое местоположение. Ну, мы рассматриваем там наш регион, мы рассматриваем Москву, Россию, там Европу, еще что-то. И паттерн-дизайн как основные составляющие, то есть кнопка должна быть там справа у человека, чтобы он большим пальцем не тянулся в левый верхний угол. Вот про что вопрос. Но географическое положение клиентов и пользователей, да, не дизайнеров. Дизайнеры у нас в основном все в России и Украине, чуть-чуть в Аргентине, один есть помощник в Великобритании. Клиенты у нас большей частью американские и британские. У них нету больших различий в UX паттернах все-таки с нами. Ну, то есть более-менее там все то же самое. Есть иногда проекты, где действительно вот это вот важно. То есть бывает, что нужно сделать локализацию там под тот же арабский язык. Но мне кажется, что мы в этих ситуациях, ну, там, грубо говоря, просто переворачивали все в обратную сторону, то есть сильно не копали, потому что там и девелопмент на этом завязан. Там как бы редко меняют, прямо все целиком и сильно. Есть проект такой, долгоиграющий у нас с китайцами. Там вот все сложнее. Там действительно нужно учитывать, как китайцы с этим будут работать. Для этих целей у нас сейчас есть, с одной стороны, дизайнер, который какое-то время пожил в тех краях и пользовался теми приложениями. Поэтому у него просто есть опыт и насмотренность именно на те интерфейсы. И с другой стороны, специальный есть, специальный нанятый китайский консультант, который тоже помогает и смотрит. Ну, то есть как-то мы это решаем. Здравствуйте. Хотел бы узнать, есть ли в интернете какие-либо задания, упражнения или ТЗ для начинающих, чтобы освоить UX-дизайн? Мне кажется, в интернете есть все. В наше время. Если говорить о таком моем собственном опыте, мне, честно говоря, нравится, наверное, не прямо из интернета. Мне нравятся вот эти толстые книги просто как база, потому что они лучше работают, чем статьи, если именно хочется начать с чего-то. Мне очень нравятся какие-то курсы. Ну, так вот по тем людям, которых я наблюдаю, выпускников этих курсов, в той же Британке или у Горбунова, у них есть как бы компактные и довольно хорошие. Они, конечно, денег стоят, но тем не менее. В принципе, ту же базу. Вы можете там и на Курсере пройти, или Udemy, вот мы смотрели. Там просто, на мой взгляд, достаточно занудно. Но, может быть, там зависит от темперамента. Потому что, в принципе, вот если зайти на Udemy, там набрать UX-дизайн, там вывалится куча всего. Оно будет разной длины, интенсивности и так далее. И можно, в общем, это все поизучать. Какой-нибудь дяденька более или менее веселый будет читать лекции, рассказывать. Сейчас еще, если говорить по-русски, то там тот же Bank Bank Education у них есть какие-то тоже неплохие вещи. Да, я уже даже не помню. У нас внутренние есть, да? Ну, прекрасно. Я даже подозреваю, что тут могут сидеть люди, которые это делали. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Спасибо вам большое за доклад. Я хотела спросить ваше мнение насчет такой ситуации. Кого вы возьмете для прохождения практики из двух кандидатов? Один, у одного будет, в принципе, сбалансировано. Вас будут устраивать все качества, которые вы назвали у этого кандидата. Но он не может вообще разговаривать ни на одном иностранном языке. Английского у него ноль. И второй кандидат, у него сильно проседают два из качеств. Например, системное аналитическое мышление, или он совершенно не может сочетать цвета. Но он отлично говорит на английском языке. Ну, правда жизни у нас заключается в том, что мы возьмем человека с английским, потому что на практику мы не берем людей без английского, потому что это дополнительная головная боль. И дизайнер без английского, он очень сложно утилизируется. Его всегда, получается, кто-то должен закрывать во всех ситуациях. Нам это просто неудобно. То есть в конечном итоге нам проще обычно взять уже готового с английским, если о практике речь идет, и там как-то его поразвивать. Если, конечно, готовый спец приходит, зависит от уровня. То есть если человек приходит на сеньора или на какую-то высокую позицию, то мы вообще будем требовать хороший английский, потому что он не сможет где-то на заднем плане проектировать. Ему все равно придется идти на передовую. Если уровень какой-нибудь там junior, middle, мы можем дать послабление, но все равно какая-то база английского у него должна быть. Ну, просто так компания устроена у нас. Ну, пока английский, да. Потому что, в общем, любые клиенты, с которыми мы работаем, все равно коммуникация ведется на английском. Наверное, какой-то дополнительный свободный язык, он будет плюсом, потому что он откроет просто больше возможностей. У нас, скажем, есть продажный офис в Германии. Ну, тогда просто, если придет человек, который идеально еще и по-немецки говорит, то мы сразу подумаем, а, ну, вот этого мы можем туда закидывать. Но, в принципе, английский. Добрый вечер. Я хотела бы, по итогу вашей лекции я сделала вывод, что дизайнер, как человек творческой профессии, профессии, это уже архаично в данной IT-сфере. То есть на UX-дизайнера, опять же, по результатам вашей лекции, я поняла, что UX-дизайнер как исполнитель, как ступень, как UX-дизайнеру рассматривается в организации, особенно если для практикантов. Ну, нам как-то так проще. Ну, я понимаю, что UX-дизайнер… Но вообще UX-дизайнер и творческая профессия – это не совсем связанные вещи. Ну, да. То есть от проектировщика требуется определенная степень творчества в том плане, что он должен раскачать мозг на разные варианты, допустим. Но вообще это не творческая, это прикладная абсолютно штука, когда ты должен уметь четко понять задачу, выстроить ее и просто превратить в какой-то визуал. То есть вы перечислили также пять пунктов, но правильно ли я понимаю, что в основе всего лежит умение структурно мыслить? То есть если есть у человека структурное мышление, оно поможет быстрее сориентироваться у вашей компании? На мой взгляд, да, в целом. Ну, это просто действительно сложно составленная личность, получается. Но мне кажется, без структурного мышления, ну, очень тяжело именно проектировать. Отрисовывать готовое, да, там нормально, а вот проектировать, ну, тяжко. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, спасибо за доклад. Хотелось бы поинтересоваться, вот к вам приходят практиканты, да, вот, наверное, очень часто сталкиваются с такой ситуацией, что вот красиво нарисовала, все хорошо, все здорово, но вот клиент говорит, что вот это убери, вот это так сделай, и вот это наступает, вот, наверное, определенные муки. Вот есть такое или нет? И как вы с этим смиряете, что клиент вот хочет вот так, он сказал, что нет, делаем вот так, он понимает, что это некрасиво, как раз как в случае с кривыми пикселями. Ну да, мы плачем, мы делаем, утешаем дизайнера. Нет, ну зависит, на самом деле. Иногда бывает, что если ты можешь подтянуть аргументацию, то можно клиенту доказать, что надо по-другому. Если не можешь, ну тогда приходится делать, как он скажет, там, а мы как-нибудь уговариваем, что это нормально, что зато у нас клиент счастлив. Хорошо, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...